Я сам с маленького городка, так как я уже и говорил, у меня небогатые родители. Я всего добиваюсь сам, стараюсь, по крайней мере. Я пру как бык. И после школы собирались на заброшенном заводе и морды друг другу били просто. У меня были несколько раз проблемы с законом, но по воле Всевышнего все обошлось. Спасибо Господу Богу. Бывают моменты, когда уже вся еда тебе надоела и ты просто завариваешь дошек с сосиской. На сегодняшний день я себе поставил цель минимальную стать чемпионом России по ММА. Вся моя химия была, это куча куриных яиц, там типа говядина, свинина, мясо и куча работы. Привет всей Грузии, чтобы они не обижались. Всем привет, вы на канале Боди Мания. Реалити-шоу Мясорубка продолжается. Участники пережили испытания боем. Кстати, все поединки вы можете посмотреть на нашем втором канале Боди Мания ММА. Не забудьте подписаться. На этой неделе нас ждет много нового и интересного. Ребята продолжают тренировки под контролем опытных тренеров. Достигать цели быстро восстанавливаться и продуктивно тренироваться участникам помогают партнеры проекта. Бренд Sports Technologies Laboratory. Инновационные пептидные комплексы. Genetic Lab – эффективное натуральное спортивное питание. Порции здоровой и полезной еды от Inferno Kitchen восполняют силы после тренировки. Я рад, что я дошел до финала и мне достается такой трофей. От Inferno Kitchen спагетти с курицей и грибами. Inferno Kitchen, все ссылки в описании. До финала проекта осталось меньше двух недель. Сегодня мы будем знакомиться с участниками поближе. Всем привет, вы на канале Боди Мания. Кто не смотрел первый сезон, напомню, меня зовут Блажкевич Егор, мне 24. Приехал, по сути, я с юга, типа, в Краснодар. Кто не знает, есть такое село Дефановка. Собственно, всем родным привет и смотрит. Но этого ничем, по сути, не занимался. Вот только вольной борьбой, там, в классе в девятом, пару-тройку месяцев. И то это бросил, потому что, типа, возникли проблемы с учебой. В принципе, я родился в Приднестровье, город Слободзе. В 92-м году, мне 26 лет. Это непризнанная республика, там был по мировым масштабам военный конфликт. А по, так сказать, местным масштабам это война была. Вот. И когда меня забирали из роддома, меня сразу, ну, маленького завезли в подвал, потому что были бомбежки. Вполне возможно, это как-то и повлияло на меня изнутри. Я не знаю, может быть, я вот эту энергетику впитал. Родился я в 90-м году в городе Грозный. Во время войны мы переехали в Ставропольский край с родителями. В школе учился на четверки и пятерки. После окончания школы я поступил в университет в Ставропольский государственный политех. На факультет нефтегаза. Учился тоже хорошо, можно сказать. Расскажу немного о себе. Я родился в Кемеровской области, в городе Мариинске. В этом же городе жил и учился. Вот. По достижению 18 лет. Там где-то немного спортом занимался. Пытался там драться где-то учился и железом занимался. По достижению 18 лет забрали в армию. В армии я служил в Москве, президентский полк. Родители, ну, вообще семья всегда были против того, чтобы я занимался там борьбой, либо боксом. Ну, что-то единоборствами. Они хотели постоянно меня в музыкалку, на танцы записать. Ну, что-то такое лайтовое, чтобы без последствий, да. Вот. И в итоге у нас в школе в подвале была секция вольной борьбы. Первый-второй класс я ходил на борьбу, и никто об этом не знал. Просто после уроков оставался с другом, и мы тренировались. Где-то с 12 лет и до 16 я занимался качалкой. Только качалка. Бодибилдинг, просто диеты, тренировки. Я готовился и выступил на соревнованиях по бодибилдингу по Москве в 16 лет. Занял 9 место из 12. Я поучаствовал, проникся этим всем и понял, что что-то это не мое. Занимались пацаны там и борьбой, и тоже кикбоксингом. И то есть каждый из них мог мне запросто навалять. А потом в какое-то лето, там, типа, лет в 15, у меня как-то вот пошел прирост конкретно. Я, типа, набрал в росте, набрал в массе. Причем не в жировое, а в мышечное. И, типа, вымахал нормально так. Уже в 15 весил около 70 с копейками. И все говорили сначала, типа, одноклассники и так далее. Типа, вот на протеине накачался, на химии какой-то. И я такой, типа, блядь, ребят, как бы, вся моя химия была, это куча куриных яиц. Там, типа, говядина, свинина, мясо и куча работы. С утра встал, пошел в поле косить сено туда-сюда. Это куча дел. Хочешь искупаться? Какие бассейны? Какой душ? Речка, водопады, 10 км. За пиздец. У нас в школе сформировалась компания, ну, друзей, по общим интересам, по спортивным. Мы вместе тренировались. Постоянно жим делали. Это самое любимое упражнение. И после школы собирались на заброшенном заводе и морды друг другу били просто. Но били, как бы, мы, друзья, по-дружески били, просто для того, чтобы быть сильнее. Я считал себя мощным, сильным, потому что качалка, да, и, ну, как бы, ты выглядишь накачанным. Все, я думал, что я король. Пришли мы на этот заброшенный завод, а друг у меня занимался боксом в ЦСКА. На одну минуту у меня хватило, потом у меня просто мышцы все забились, дыхалка. Уже руки не поднимаются. Я просто так напропускал, что у меня вот такая башка квадратная была. Я понял, что надо заниматься единоборствами. Это меня тоже замотивировало. У меня была куча, миллион проблем, у меня просто было тысячу человек, которых я считал друзьями. В итоге как-то в один день я все переосмыслив, понял, что вокруг меня нет, практически нет настоящих людей. У меня были несколько раз проблемы с законом, но по воле Всевышнего все обошлось. Спасибо Господу Богу. Я приехал в Москву уже второй раз и первый раз приезжал в 2014 году, устраивался, работал. Но опять-таки, что-то надоело, что-то пошло не так, не вернулся обратно. Проработал, опять-таки, просидел два года на юге и понял, что в Москве шансов больше, зарплаты больше и все и тому подобное. Решил, что надо вернуться в Москву, потому что в моем городе у меня там население где-то 30 тысяч и особо ничего нет, ни работы и не платят, как бы, ну, отношения везде хамские, все, как бы, ну, как говорится, все по облату везде, вот. Вернулся в Москву, здесь я прожил год, где только не пытался никуда залезть, никуда не получалось залезть, а работать за гроши как бы не особо хотелось. Ничего в Москве не больше, ничего в Москве не лучше, типа, зарплаты в среднем такие же, типа, что я на юге получал 35, что сейчас, работая в спортпите, я получаю от 35, да, есть какой-то потолок там, типа, ну, вернее, есть какая-то вершина, но до нее еще, сука, доползти надо или там долезть. Я знал, что меня спасет только спорт. Устроился на работу, работал 3,5 года где-то на севере, ездил по вахтам, было так забавно, когда я ездил месяц-два на север, там работал вахтовым методом, там в БНДшке, помню, отжимался, занимался, пресс качал, там, не знаю, бой с тенью отрабатывал, мужики все время со мной постоянно смеясь заходили, зачем тебе это надо, говорит, тебе на работу надо идти, говорит, студентом меня называли. В принципе, пью газировку, наверное, это один из моих минусов в моем рационе, потому что я постоянно пью сладкую воду, я не пью просто воду, я либо пью какую-то хрень, либо не пью вообще, то есть у меня нет какого-то там, я стараюсь как-то держать сбалансированное питание, всякой такой херней страдают, но, типа, блядь, конечно, глядя на меня, это вообще, наверное, незаметно. Учился я, работал, жил посредственно такой жизнью, да, и я всегда внутри, в глубине души понимал, что мне чего-то не хватает, и у меня были мысли о том, что я хочу попробовать себя. Я постоянно слежу за боями, за UFC, наши промоушены и так далее, знаю бойцов многих, и встречался, фотографировался, ну, меня эти люди вдохновляют. И я всегда мечтал попробовать себя, каково это вообще, какие ощущения, когда ты выходишь в клетку один на один с соперником, и ты понимаешь, что, ну, все, что ты до этого делал, только ты в ответе за то, что ты покажешь сейчас. Я сам с маленького городка, так как я уже и говорил, у меня они богатые родители, я всего добиваюсь сам, стараюсь, по крайней мере, я пру как бык, мне надо дойти, я вот ставлю себе цель, я иду к ней, я знаю, что я к ней приду, в любом случае, какой бы ни был исход. И даже с маленьких, с маленьких лет я всегда мечтал куда-то свалить, поведать мир, и на данный момент, по сей день у меня стоит цель всю планету облететь, в каждом местечке, в каждом уголке побывать. Вот уже второй месяц я тренируюсь, общаюсь в окружении сильных ребят, что это меня только закаляет. Я становлюсь более целеустремленным, сфокусированным, и, так сказать, вырабатываю себе стержень, тот стержень мужской, который должен быть в каждом мужчине. И идя на второй сезон, я думал, как бы, а чего я вообще жду, как бы, да, хочется доказать, что, типа, это победа в первом сезоне, она не случайна, она оправдана, это все моими стараниями. Но сейчас уже прошли первые бои, прошел полуфинал, и, собственно, я встретился с Денисом Кишковичем и проиграл ему. То есть тут уже стоит задуматься, видимо, навыки не так хороши или я не так хорош. То есть где-то есть минусы, надо над этим работать. Когда я начал заниматься ММА, я не знаю, мне настолько понравилось драться, что я до этого никогда в жизни не думал, что драться настолько весело. Для меня, не знаю, каждая вот тренировка реально как праздник, особенно день спаррингов. Вот у нас есть два раза в неделю спарринги, да, в клубах. Я их жду, а дни только проходят, я уже жду в следующей неделе, чтобы опять идти на спарринги. Для меня это самый веселый день. В прошлом, когда я выступил в клетке мясорубки, у меня внутри настолько это все загорелось, что я уже не знаю, как это потушить. И тушить я это не собираюсь, я собираюсь идти дальше, идти до конца, насколько мне хватит сил. Буду тренироваться каждый день, и я знаю, что это приведет к результату, к наивысшему результату. На сегодняшний день я себе поставил цель минимальную, стать чемпионом России по ММА. Каждый год проходит этот турнир, я слежу за этим турниром. В том году этот турнир проходил в Челябинске, смотрю, присматриваюсь, за своими весовыми наблюдаю. Я думаю, очень скоро и туда попадем тоже. Я когда тренировался в Сочи, я понимаю, что там нет никакого развития и далеко ты не вылезешь. Я сюда приехал с целью дойти до конца проекта и, возможно, где-то получить у кого-то какое-то, хотя бы маленькое предложение. Все, конечно, я понимаю, что будет зависеть от меня и так далее, но я хотел бы выйти на определенный уровень топа и профессионально заниматься, драться ММА. А кто пойдет до конца, возможно, возможно, он узнает, каково это быть первым, быть лучшим. Поэтому не сдавайтесь, прийти вперед. Денису, Булю отдельный привет. Хорошо порубились. Типа, ну вот у меня нет какой-то неприязни к этому человеку, какого-то там неуважения. Да, вот мы вышли, да, мы подрались. Типа, был бой в октагоне, все. Типа, вот какие-то там все конфликты, тут кого-то вызывать, это все решается внутри октагона. Типа, а потом все, как бы, мир, дружба. Дорогие друзья, когда вы думаете, что уже все потеряно и все кончено, в этой жизни вам нечего делать, мой вам совет, который проверен на мне, идите в спорт. Займитесь просто спортом, любым спортом, который вам импонирует, вам больше, вашему телу, вашей душе. И тогда я уверяю вас, второе дыхание откроется. Вы захотите жить, вы захотите чего-то добиваться, вы захотите идти к цели и стать чемпионом, как минимум. Спорт меня спас, вот реально, от чистой души вам говорю, что спорт меня спас. Я пришел на тренировку и ума с первой тренировки, мне все так понравилось. У меня отличный тренер, который меня замотивировал, который, ну, как бы, обратил на меня внимание и дал понять, что можно стать тем, кем ты захочешь. Главное трудиться, трудиться каждый день, каждый день надо трудиться, и тогда будет результат. Когда были бои, я ни у кого в глазах не увидел ни страха, ни какой-то слабости. И, ребят, вот кто смотрит нас, да, я бы хотел попросить вас, чтобы вы более активно нас поддерживали, комментировали, как-то участвовали в этом проекте душой, да, потому что на самом деле смотреть намного легче, чем самому участвовать. Вот, и всем ребятам, которые остались в проекте, я тоже хочу пожелать удачи. Хочу, чтобы вы максимально, полно реализовали себя и отдали всего себя для того, чтобы победить, чтобы потом не жалеть ни о чем. Неважно, проиграйте, победите, все равно вы красавчики. Тем временем парни продолжают жесткие тренировки. К сожалению, нам не суждено увидеть супербой Тора и Дмитрия Комарькова из-за травмы Егора. Еще время первого сезона, первой мясорубки. Я в какой-то из боев, возможно, даже финальной, конкретно расхерачил себе руку. То есть я на это не придал значения, она болела, да, хрустела и до сих пор хрустит, но я на это забил и полгода, собственно, этим вообще не занимался. На кастинге второй мясорубки, когда мы выбивали максимальное количество, типа за 10 секунд и максимально сильные удары, я снова расхерачил себе кисть. И уже весь сезон как бы не могу полностью вкладываться в грушу, полностью в удары правой рукой, потому что она безбожно болит. Я не ходил ни в больничку, ни в ничего, потому что у меня нет просто на это времени. И если скажут, что типа все ху**, а у меня даже нет на это денег конкретно. И дабы не получилось, чтобы было как с Груневым, я решил, что я все-таки покину проект, я не стану выходить против Димы Комарькова. Конец тренировки, каждая взрывная вот выкладка на груши, это просто рука потом два дня идет просто в бал. Она не работает, она болит, она хрустит. И ребятам легковесом, тяжем, всем удачи, кто бы не выиграл, ребят, вы молодцы. Подписывайтесь на наш канал, также не забудьте заглянуть на канал Бодимания ММА. Там уже доступны полные бои всех участников в октагоне. Данное видео озвучено каналом Адаптация. Подписка не возбраняется. Субтитры сделал DimaTorzok